Привет, Кудгейм. Мы в Питере на мероприятии от Red Bull. Это Red Bull Flick турнира 2 на 2. И с нами Дмитрий, он же Фенаргот. Привет, привет, привет всем. А скажи, как ты делаешь это на стриме? Привет, народ. С вами Фенаргот, да. Е-е-е, да, вот так. Давай, прежде всего, о турнире. Какой Nissan ты бы выбрал? А, какой Nissan я бы выбрал? Красный. Малиновый, точнее. Вот это был бы кайф вообще. Как тебе сам турнир, планетарий? Здесь довольно прикольно. Ну, блин, с планетарием я этим давно знаком. Мы тут и тут турнир по доте проводили. И там другие ивенты пытались сделать. Ну, потому что владелец такой подкованный и периодически следит за киберспортом и вообще за игровой индустрией. А так, турнир круто тут, все круто сделано. Сцены, кастерская, как бы, вот мой уголок, где интервьюшки беру. Нет, прям все на высоком уровне. Ты не просил, чтобы здесь были какие-то сидения, чтобы можно было сидя развалиться, делать интервью? Да, я на самом деле как-то особо не задумывался о том, что тут будет происходить, стоя, не стоя. У нас такие короткие включения буквально на три минуты, поэтому, я думаю, тут стулья даже особо и не нужны. Вообще, если не прохладно, как тебе в целом организация вот именно этого мероприятия? Ну да, к сожалению, питерская погода дала себе знать в самый неподходящий момент. Я думаю, мало кто планировал, что сегодня будет такой дубак. Ну а так, как бы, по таймингу все вовремя начали. А я вот на это пытаюсь больше всего обращать внимание, потому что обычно все киберспортивные мероприятия начинаются позже, затягиваются. То есть там тот же Интернешнл, где я помню первый игровой или второй игровой день я сидел и стримил 15 часов. Это вообще невозможно. Как такое может быть на главном турнире года? Это чушь. Да, ну у тебя опыт большой. Вчера у нас был ужин, не с Фенарготом, да, а с Родбулом, с медиа-представителями. Ты рассказывал про первый Интернешнл, довольно прикольную историю, как тебя пригласил сам Айсфрог. Проскажи, пожалуйста, мне кажется, это будет интересно. Ну это было, да, необычное, потому что я с Айсфрогом познакомился на Миду. Я играл, как помню, как сейчас, я играл на... Я играл на... вот блин. Я знаю героев, я не могу вспомнить, на каком был я, на каком он. Но вроде я был на Хускаре, и ко мне какая-то скотина, по-другому его не называть, пришла ко мне на Мид, ну, Дабл Мид. Тогда онлайн был в Доте 200-300 человек, и против меня на Миду стоял Айсфрог за Бэтрайдера. Вот. Мы там несколько раз друг друга убили, и я в чат написал ему, мол, я пытаюсь до тебя достучаться через Gmail, там, потому что у него везде почта была вывешена, но никак. И он просто в общий чат отвечает, что напиши-ка мне вот в этот скайп, и указывает скайп, прям в общий чат в катке. Я ему написал, он меня добавил, мы в скайпе переписывались, он выделял мне ключи на розыгрыш и инвайты по Доте, периодически задавал вопросы, вот, а что бы ты хотел бы изменить в Доте. Я, как сейчас помню, это был, там, 2012-2013 год, и я еще тогда ему писал, что обидно, что у Блинк Даггер это предмет за два косаря, с которым ты ничего не можешь сделать, и вот у нас сейчас, спустя столько лет, есть Блинк Даггеры, которые, ну, хотя об этом многие говорили. Ну, и, в общем, да, как-то я ему написал, что вот, я очень хочу попасть на Интернешнл, есть ли какие-то возможности, и он мне дал почту представителя Valve, одного девушки, по-моему, я с ней связывался, она подготовила документы, мне сделали приглашение, но я пошел с этим приглашением в визовый центр, получается, ну, в консульство наше американское, и мне отклонили по причине того, что я якобы еду туда зарабатывать деньги. Я такой, ну, ладно, ну, потому что мне там надо было указывать мой YouTube-канал, потому что там в приглашении он был указан, ну, и они решили, что я вот еду на Интернешнл снимать ролики и грести бабло лопатой, в общем, было очень обидно, потому что тогда бы все по-другому, наверное, пошло, если бы я поехал на тот Инт, тем более, это 2013-й Интернешнл, где легендарная Нави с альянсом в финале, да. Потом на Тейст Доты плевнул, да? Это старые обиды или переманили? Потом просто я там занимался трейдингом в Доте, и, в общем, у нас там были некоторые моменты, из-за которых я получил блокировку трейда на одном из аккаунтов, и там была долгая перепалка с одним из сотрудников Valve, которые вот там в итоге, там сначала была вообще блокировка аккаунта, а не блокировка трейда, я там общался, и мне поменяли блокировку аккаунта только на блокировку трейда, ну, потому что я турниры проводил по Доте, ну, и вообще как бы создавал контент и так далее. Ну, и плюс у Valve у них такая политика, что ты один раз как бы ошибся, то это как бы на тебе крест. Я вот сейчас по этому поводу и переживаю за Ласта, за Light of Heaven, потому что боюсь, что его больше теперь никуда не позовут. Вот. Потому что по себе знаю, что, скорее всего, вряд ли меня когда-то там официально куда-то смогут позвать на International или что-то, но посмотрим. Ты сейчас не можешь в Skype написать, айсфрогу, что за дела? А там была еще другая проблема в том, что он перешел из Скайпа потом в Дискорд, и я его добавлял в Дискорде, и мы продолжали общение в Дискорде, но у меня аккаунт, тот, который был, он у меня был привязан по двухфакторке, и тогда у Дискорда была проблема, что если ты теряешь двухфакторку, ты никак не можешь восстановить доступ. Сейчас они как-то с этим помогают. Мне пришлось создавать новый аккаунт, а айсфрог меня в Дискорде так и не добавил, в Скайпе я ему писал, а он там уже практически не появляется, поэтому можно сказать, что контакт утерян. Может быть, там в Скайпе как-нибудь ему попробую написать, но пока нет. Если я как-то увижу и захочу себя как-то видеть на International, то мне нужно серьезно поработать, потому что практически все, кто туда едут, они прямо выкладываются на полную и несут какой-то интересный и полезный контент. Понятно, что у меня там есть какая-то вещь там с фэнтези и прочее, 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 но, как показывает официальная трансляция, это не особо востребовано на официальной трансе. Может быть, потом что-нибудь придумаю, но пока вообще непонятно, что там будет с Дотой происходить. Так-то я с удовольствием. Ну вот сейчас был отличный момент, чтобы поехать на Инт, учитывая, что Европа, тем более Румыния. Ну, то есть я когда узнал, что будет Инт в Стокгольме, вот когда был анонс, я такой, ну, наконец-то, Европа, все, точно едем, там компания собиралась, все дела. Переносит в Румынию, я такой проверяю, ну, вроде как в Румынию мы можем спокойно въезжать, спутник там одобрен, все дела. Но потом подумал, нет, наверное, все-таки останусь и не прогадал, потому что в итоге без зрителей, и мало того, что без зрителей, там тот же Морф с Рухабом, они вообще не могли получить доступ к игрокам. Все, что они записывали, практически это они делали через Zoom. Ну, как бы, это и дома можно сделать через Zoom, поэтому хорошо, что я не поехал на этот Интернашнл. Давай поговорим про историю с Ходсом. И были еще какие-то отвлечения от Доты, в кого ты еще переходил? Ну, слушай, отвлечения от Доты, вот были разные мобы. То есть выходила моба от создателей Хона, она называлась Трайв. Она мне прям очень понравилась. Я, причем, с разработчиками связался, они мне там ключи давали на розыгрыш. Я тогда YouTube-канал тоже создал и думал в нее играть. Она мне прям действительно понравилась как игра. Но ее выкупили Mail.ru, и игра оказалась в помойке. Ходс, да, тоже был очень таким для меня перспективным. Тем более, когда меня на удивление позвали на ивент, на котором мы с тобой познакомились в Париже, где презентовали Ходс 2.0. Я такой посмотрел, блин, это очень крутое обновление, которое максимально продвигает, меняет игру, и должно, типа, что-то крутое произойти. А по итогу потом отказались от киберспорта. И по итогу сейчас она такая, знаешь, больше как сессионка, куда люди периодически заходят убить время. То есть она такая в непонятном состоянии. Обидно, но хорошие проекты были. Скажи, вот прикольная игра была, знакомый герой, и она как-то была сделана по-доброму, что ли? Не, самое крутое, что там было, это большое количество режимов и максимально разноплановый и крутой геймплей. То есть у тебя могут быть персонажи, где ты стоишь на базе и управляешь там миньонами, там, ну, то есть огромное количество разных идей, крутых механик и так далее, которые ты в других мобо-играх и не увидишь. Но, к сожалению, не зашло. Многие говорят, что зачем разработчики тратят большие деньги на киберспорт. Казалось бы, вот вам пример, что вроде бы есть продукт, но киберспорт закрыли, и сама игра, считай, протухла. Что ты думаешь про вот эту ситуацию, что для каждого проекта, который хочет выйти на какой-то уровень, нужен какой-то соревновательный режим? Ну, видишь, Valve молодцы, они заняли нишу самых таких дорогих киберспортивных турниров и таких самых серьезных, потому что ловко придумали с боевым пропуском, где 25% идет в призовой фонд. Каждый год бьют рекорды, каждый год появляются новости в СМИ о том, что там какие-то безнословные деньги разыгрываются. Это привлекает внимание людей, не связанных вообще с играми, те, кто связаны как-то с играми из Dota, они понимают, блин, а можно запотеть, мало ли будет шанс как минимум поехать на турнир. То есть, если ты уже едешь на International, ты уже получаешь неплохие бабки. Поэтому это как-то прививает у тебя чувство и желание играть, желание делать результат и выкладываться на полную. Я считаю, что такого не хватает многим играм. Ну, Blizzard, они, кстати, могли спокойно пойти по пути Valve и сделать нечто подобное. Ну и плюс огромный у Dota еще состоит в том, что есть торговая площадка и вот этот факт обмена скинами, предметами, перепродажи. То есть, люди, многие играют в Dota, просто потому что они там деньги зарабатывают благодаря перепродаже шмоток. Что в Dota, что в Contra это происходит. Я считаю, что вот этого тоже не хватило там, Hatsu или могло... может не хватать сейчас условному Hearthstone. Вроде как Hearthstone, да, на коне и до сих пор самая играбельная картонка. Но если бы Valve с артефактами не обосрались, я считаю, что могли бы тоже бы спокойно к себе огромную часть аудитории переманить, как минимум проведя вот этот турнир с призовым в 1 миллион долларов. Почему нет? Или 10, а лучше 50, чтобы переплюнуть... Ну, я максимально был настроен. То есть, я когда узнал, что будет турнир на 1 миллион долларов, и тем более, что это игра, где решает больше не рандом, а именно интеллект и я люблю всякие такие вещи, там, я там настольные игры играю и так далее. Я прям был заряжен максимально, чтобы поучаствовать и попробовать свои силы. А по итогу вот что получил. Хотя я играл в свое время в Hearthstone, но я опять же оттуда ушел момент, когда я понял, что когда ты выкапываешь какую-то карту, и там вот этот рандом какой-то супер жесткий, и я такой, не-не-не. С моим везением я знаю, что рандом это не моя тема. Да, мы всем помним, как Павел победил на Близзконе, эти матчи с американцем, эти веселые моменты. Ты сказал про настолки. Вчера опять же за ужином, за бутылочкой кваса, ты рассказывал, что ездил на какой-то чемпионат по колонизации. Про это расскажи. Это колонизация? Я так помню, это игра, где нужно печейки захватывать, да, и их обживать, скажем так. Да, колонизаторы или катан, немецкая игра, старая, там, суть в том, что есть поле из гексов, там на их пересечении ставятся поселения в начале, на этих гексах раскладываются цифры, то есть, по сути, всегда игра будет каждая уникальная, потому что огромное количество вариантов, цифры там расставляются в определенном порядке. Ну, в зависимости от того, какое число выпадает на кубиках, близлежащий гекс тебе дает вот ресурсы, и ты за эти ресурсы дальше строишь города, дороги, ну, и набираешь очки, когда там 10 штук не наберешь. Я просто начал в нее играть, когда в мафию играл в Питере, мне знакомый, ну, сейчас друг тогда мне ее показал, мы сыграли, начали в нее играть, потом начали играть в нее на деньги, ну, потому что у меня друг лудоман, и в какой-то момент, я помню, проходил чемпионат, ну, вот, мира, или, а, не, чемпионат Европы был, у них такая тема, что раз в два года чемпионат мира, и раз в два года чемпионат Европы, то есть, чередуется, и он такой, давай поучаствуем, а я тогда уезжал, и я не смог поехать на отборочные, там были во всех городах, у меня друг не смог в Питере отобраться, он поехал, по-моему, в Тверь, и там тоже не смог отобраться, а в следующем году отборы на чемпионат мира были только в Москве, но для всех желающих открытые, и мы просто поехали с ним, там было 120 участников, мы заняли первые два места, и вот поехали в Кёльн на чемпионат мира. Там как выступили? Не очень хорошо, все-таки, когда есть кубики, есть вероятность того, что что-то не получится. В первой игре мне просто не повезло, потому что я ее побеждал на дистанции, но парень, турок, который играл, ему повезло вытащить карту победную, вот, дальше, там вот, число 10 у меня не падало, ну, и вот одну игру я выиграл из четырех, причем, там, со мной играл чувак, который играл в финале потом, но он там, я их вперед ногами вынес вообще без каких-либо шансов, но, к сожалению, так, посмотрим, может быть, в будущем, еще раз попробуем себя. То есть ты планируешь тренироваться в эту игру? Ну, пока из-за пандемии я до сих пор действующий чемпион, потому что больше не проходили чемпионаты. Я хочу, да, заряжен. Кто бы знал, на самом деле, что кто-то перед нами, чемпион в России, да? Ну, да, получается так. Что ты еще вскрываешь от публики? Какие-то еще есть тайные хобби? Да. Коты, может быть? Коты? Ну, у меня есть код, я обожаю своего кота. А так, да нет, ничего больше нет. Кино люблю и все. Какое? Не знают. Да, любое. Я пытаюсь смотреть то, что интересно мне в какой-то момент. Так как мы здесь на турнире от Радбула, и они в спонсоры Тью Спирит, давай немного поговорим про это. Вот эта победа, как ты думаешь, она скажется на развитии ДОТ и вообще киберспорта в СНГ у нас? Я думаю, она максимально положительная должна сказаться по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы выиграли, и на нас должны обратить внимание Valve. Во-вторых, за счет того, что мы как минимум прошли финал, СНГ трансляции побили рекорд англоязычный, и то есть это опять же должно привлечь внимание разработчиков и показать, что в СНГ сегменте данную игру смотрят больше, чем другие. И я считаю, что интернешнл следующий должны проводить в СНГ. Не важно, где там, это будет Беларусь, Украина или Россия. Я считаю, что типа, если в Питере, то Газпром-арена идеальное вообще место. Там в Москве какая-нибудь ЦСКА и так далее. В Минске тоже есть, и в Киеве есть места. Нужно двигать. Понятно, что появятся те, кто хотят просто залететь в поезд хайпа и нажиться на этом. Без этого никак, но да и ладно, пусть. Просто не нужно им особо уделять много внимания. Вот и все. Учитывая, что сейчас даже на самом высоком уровне стал обсуждаться киберспорт, и причем не в той манере, как раньше, что это вредно, что это порождает какие-то насильственные последствия. Нет, это вообще, я всегда, когда видел эти новости о том, что ну вот, запретите Counter-Strike, там человек поиграл в Counter-Strike, пошел перестрелял людей. Но это, ну как бы, вообще не важно, что человек может также посмотреть, там, не знаю, кошмар на улице Вязов и после этого пойти в разнос. Это не значит, что игры, это пропагандируют или это продвигают. Тут вопрос воспитания из-за тем, как вообще люди следят там за своими детьми и там, и прочее. Понятно, что всегда можно найти легкий способ все сбросить на то, что, так сказать, лежит на поверхности и выйти сухим из воды. Но на самом-то деле все проблемы глубже и нужно ими заниматься. Но понятно, что никто заниматься ничем не хочет, когда можно сидеть, лежать на диване и ждать, что само все приходит к тебе в руки. Совершение, приветы, ну, кстати говоря, ты ведь есть на Бутгейме, да? Да, я там за Реган давно. Скажи, ну, что-нибудь, какие-нибудь приветы, слова, так далее, пожелания, возможно. Блин, на Гутгейм круто заходить иногда и наблюдать за тем, как стримеры, там, условно, с Твича и прочего приходят туда, потому что боятся что-то показать на Твиче и показывают это на Гутгейме. Я считаю, что это великолепная практика и можно смотреть, нужно смотреть. Я помню, в свое время там было много контента. Старкрафт там процветал. Площадка с огромным опытом, тем более СНГ проект это всегда очень круто. С условием, что у нас, к сожалению, вроде как IT-структура сильная, но мы почему-то в основном все уходим куда-то на запад. Надо свое делать, я считаю. И Амазон можно потеснить немножко на поприще интернет-трансляции, я считаю, точно. Отлично. Спасибо за интервью. Спасибо большое. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова